Люди с аутизмом приносят экономики миллионы, но общество их стыдится и не хочет замечать бизнес-экономика. Полночь 2, 26 апреля 2019 года их мозг работает по-другому. Люди с аутизмом приносят экономики миллионы, но общество их стыдится и не хочет замечать. Кадр. Телесериал «Хороший доктор». Около 2% людей в мире имеют расстройство аутистического спектра. Раз. Это набор нарушений нейроразвития, при котором у человека снижена возможность привычного социального взаимодействия. Зачастую отсутствует вербальная коммуникация. Набор интересов очень узкий, а модели поведения сильно ограничены. Долгое время эти люди оказывались фактически в изоляции, но теперь за такими кандидатами охотится крупнейшая компания, которая запускает программы по найму сотрудников с аутизмом. Почему особенности аутистов являются ценным преимуществом для бизнеса? Какой вклад они могут сделать в экономику и как адаптировать рабочие процессы, чтобы в них смогли участвовать люди? Сраз.ЛЕНТИ.РУ рассказал один из ведущих мировых экспертов в области программ по трудоустройству для взрослых Сраз.Дарин Хедли, профессор исследовательского центра аутизма Школы психологии и общественного здравоохранения Университета Латроп, Мельбурн, Австралия. ЛЕНТИ.РУ. Как вы начали заниматься трудоустройством людей с РАС? Дарин Хедли во время выступления в Москве фото, а на Центр проблем аутизма 1.3. Наш проект в Австралии был первой подобной программой в стране. Ее решили запустить благодаря... Это датская IT. Компания 15 лет назад стала одной из первых нанимат людей с аутизмом. Ее основатель Тор Килсон однажды заметил, что его пятилетний сын рисует фигуры, выделяет на листке небольшие области и расставляет в них цифры. Оказалось, что он копирует карту мира, где цифрами обозначены страны, причем делает это идеально. Ребенок был очень аутичный, почти не говорил, испытывал проблемы с коммуникацией, но при этом обладал хорошей памятью и рядом других отличных навыков. Несмотря на свои способности, он не смог найти работу, когда вырос. Поэтому отец решил создать собственную компанию для людей с РАС. Удачный опыт. Спешалистен. Вдохновил. Диэкси технологи. Они решили сделать то же самое в Австралии, пригласив Тор Килла в качестве консультанта. Мы начали работу в 2015 году, сначала у нас была группа из 10 человек, потом мы устроили в другую компанию еще 20 человек. Сейчас мы трудоустроили в общей сложности порядка 70 людей с РАС в госструктурах, банковском секторе, IT. Это работа, связанная с программированием, тестирование софта, дата-аналитика и тому подобное. Трудоустройством аутистов занялись относительно недавно, существуют ли сейчас все необходимые механизмы, чтобы вести эту работу. Понадобилась ли лично вам какая-то дополнительная квалификация? Это очень похоже не мой прошлый опыт. Нет особой разницы поддерживать кого-то в школе или на работе, помогать налаживать контакты тинейджерам или объяснять людям, что имел в виду начальник. Во всех случаях надо решать проблему социализации. Люди, которым мы помогаем, могут отлично работать с компьютерами. Они достаточно умные, квалифицированные. Проблема только в коммуникациях с людьми. Простой пример. В бизнес-центре есть лифт. В 9 утра там выстраивается большая очередь из сотрудников, спешащих на работу. Аутисты сразу идут в лифт, не обращая внимания на окружающих, потому что помнят, что им надо быть на работе равно в 9. Большинство людей без аутизма так делать не будут, они знают, что есть социальные правила, аутисты этого не понимают. Это очень маленькая проблема, но, если ее сразу не решить, могут быть большие последствия, такое поведение раздражает коллег. Надо просто спокойно объяснить, что утром полагается ждать в очереди, и все будет в порядке. Большинство проблем такого же рода, их легко устранить, если оперативно реагировать. Дарин Хедли фото, а на центр проблем аутизма, поэтому трудоустройство людей с аутизмом не является благотворительностью. Можно вспомнить DXC Technology, IBM, Microsoft, PwC, Ernst, Ampersand, Young и много других компаний, которые строят свой бизнес на нероразнообразии. В США и Австралии постоянно проходят тематические конференции, куда приходят работодатели, которые хотят нанимать людей с РАС. Если предприниматели участвуют, они уверены, что в этом есть бизнес-составляющая и они получат прибыль. Всем нужны люди, которые продуктивно работают, ответственно относятся к своим обязанностям, оригинально мыслят. Аутисты очень лояльны. Если они счастливы на работе, они будут стараться для вас. При этом они креативны и готовы предложить свои решения. Например, один человек с РАС работал в DXC Technology тестировщиком, ему было скучно, поэтому он сделал специальную программу, которая бы тестировала за него. Потом программой стали пользоваться и его коллеги, в результате прибыль компании выросла. Какая часть аутистов сейчас имеет работу, насколько она им подходит? В Австралии трудоустроено порядка 40% людей с РАС, думаю, в других странах примерно такая же пропорция. В основном это работа с неполной занятостью, которая не соответствует квалификации. Люди с высшим образованием вынуждены работать в фастфуде. Лучше всего дела обстоят в IT-секторе, и бизнес-модель, которую там задействовали, можно использовать в самых разных областях, чтобы обеспечить аутистов работой. Например, в США этот подход применили в медицине и результат оказался очень хорошим. Для госпиталей большая проблема невнимательные сотрудники. Люди без аутизма порой халатно относятся к своим обязанностям, но там, где наняли аутистов, эти проблемы ушли, потому что они крайне ответственны и ничего не забывают. В Лондоне человек с аутизмом работает на железной дороге. Там довольно сложная система общественного транспорта, но он ее прекрасно знает, потому что ему это интересно. Он объясняет людям, куда приходят поезда, как лучше выстроить маршрут. Главное понять сильные стороны особенных сотрудников и поддерживать их там, где нужна поддержка. У каждого есть что-то, что он умеет делать хорошо. Нам надо только понять, что это и поддержат человека. Разным людям нужна разная поддержка, кому-то высокая, кому-то вначале высокая, а потом ее можно снижать, кому-то нужен минимальный уровень поддержки. В каждом случае должен быть индивидуальный подход, как при лечении, когда дозировка лекарств определяется персонально. Как должно государство участвовать в трудоустройстве? Во-первых, в гоструктурах есть много работы для аутистов, связанной с компьютерами и делопроизводством. На такие должности уже нанимают людей с РАС. Думаю, правительству также стоит инициировать широкие программы по трудоустройству, чтобы привлекать аутистов в разные секторы экономики. Такие программы уже действуют, например, в Австралии. Деньги, которые в них кладывают, потом возвращаются в бюджет в виде налогов, в отличие от средств, которые идут на пособие. Это хорошая причина, чтобы инвестировать. Аутисты сейчас составляют от 1,5% до 2,5% от всего населения Земли. 60% из них до сих пор нетрудоустроены. Это ценный ресурс, на который надо обратить внимание. Тем более, что население Земли стремительно стареет и рабочие руки нужны как никогда. Существует стереотип, что у всех аутистов есть какие-то сверхспособности. Является ли подобная позитивная стигма барьером, который мешает трудоустройству? С какими стереотипами вы обычно сталкиваетесь в своей работе? Кадр. Спешалист в Австралии. Ютюб. Еще один стереотип связан с тем, что все люди с аутизмом прекрасно выполняют шаблонные повторяющиеся операции. Да, у некоторых это хорошо получается, но многие признавались, что ненавидят такую работу, им скучно постоянно делать одно и то же. Что нужно аутистам, так это предсказуемость и стабильность. Предсказуемость, им важно, чтобы сохранялся привычный порядок. Им не нужно менять команду, рабочее место, это может выбить из колеи. Предсказуемость, в том числе и означает, что им нужен привычный круг обязанностей, но это не значит бесконечно делать одни и те же шаблонные манипуляции. Кому-то это может нравиться, но далеко не всем. Продолжение следует...